Прешительно поддерживаем мирный процесс, проводимый президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время своего выступления в Сенатском комитете по международным отношениям. Аналогичные заявления делают и другие официальные лица штатов. Но если внимательно проанализировать детали политики США на Южном Кавказе, то наблюдается резкий контраст между заявлениями и действиями официального Вашингтона. Возникает вопрос, если США действительно хотят способствовать мирному процессу, то почему Штаты закрывают глаза на милитаризацию Армении и продолжают оказывать ей военную помощь? Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия. Согласно сообщению индийского информационного ресурса АИН, общий объем закупок Армении оружия у Индии в 2024-2025 финансовом году достиг 600 миллионов долларов. Также в июне этого года был подписан договор о поставках из Франции в Армению самоходных артиллерийских установок СИЗР и снарядов к ним. Кроме того, в июле в рамках Европейского фонда было выделено 10 миллионов евро в поддержку ВС Армении. В то же время Комитет по осигнованиям Сената США на этой неделе одобрил законопроект о внешних операциях государства на 2025 финансовый год, предусматривающий выделение Армении не менее 65 миллионов долларов для продолжения усилий по проведению реформ и евроатлантической интеграции. Однако нет гарантий того, что Армения потратит эти инвестиции по назначению, а не на дальнейшую милитаризацию. Так из-за чего весь сыр бор? Финансовая поддержка была обещана Армении еще в апреле на встрече Никола Пашиняна с лидерами ЕС и США в Брюсселе. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил, «Мы намерены выделить из нашего бюджета более 65 миллионов долларов помощи, что на 50% больше показателя двухлетней давности. Мы полны решимости продолжать поддерживать демократическую и экономическую устойчивость Армении», – сказал он. Мало у кого вызывает сомнения, что эти средства выделяются для того, чтобы поставить Армению в полную зависимость и использовать ее как против России, так и против Азербайджана. Стоит напомнить, что после локальных антитеррористических мероприятий прошлого года, длившихся менее суток и завершившихся полной капитуляцией армянских сепаратистов в Карабахе, США начали усиливать поддержку Армении. Да и в последнее время уж слишком зачастили в Ереван официальные лица США, будь то помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Бона, а также заместитель государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узразии. Американская Freedom House, считающаяся правозащитной организацией, обвинила Азербайджан в этнических чистках против армянского населения Карабаха. Комиссия США по международной религиозной свободе призвала власти страны, в частности Госдепартамент, включить Азербайджан в список стран, подлежащих особому контролю, Special Watch List, на предмет нарушений свободы религии. Повторное применение пресловутой 907-й поправки, запрещающей государственную помощь Азербайджану, проведение совместных военных учений со страной-агрессором. Все это уж точно не отражается позитивно на американо-азербайджанских отношениях. Выше перечисленное указывает, что Штаты предпринимают шаги для сохранения реваншистских настроений в Армении. Политическая, моральная, военная и финансовая поддержка Еревана со стороны США увеличивает риск эскалации конфликта в регионе. Эти и другие факты демонстрируют, что официальный Вашингтон не заинтересован в установлении справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе. Кша преисполнена желанием стать ключевым игроком в регионе путем вытеснения России. Что касается чрезмерной активности в армянском направлении, это объясняется рвением демократической партии получить голоса армянского лобби. Так что США преследуют исключительно свои интересы, и это обнажает резкие различия между заявлениями официального Вашингтона США и его действиями. Очевидно, что подобная активность американцев в последние месяцы направлена на давление на Баку с целью отказа от условия об исключении из Конституции Армении положений, в которых содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Возникает такое впечатление, что США стали действовать на Южном Кавказе точно так же, как и Макроновская Франция. Такая политика создает препятствие процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. И именно из-за этого на Южном Кавказе до сих пор невозможно достичь постоянного мира и стабильности. Но фактом является то, что невозможно повлиять на Азербайджан. На позицию государства-лидера Южного Кавказа невозможно оказать давление. Азербайджан действует в рамках международно-правовых норм и осуществляет независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах. С Азербайджаном нужно считаться. Позицию Азербайджана надо принимать во внимание. Принятие новых реалий на Южном Кавказе, участь каждой страны и США не являются исключением. Принятие новых реалий на Южном Кавказе.